привет всем меня зовут мальвина и вы смотрите один на один на прошлой неделе мы разбирали два проекта ютубер и жизнь youtube поздравляю ютубер сегодня победили вы сегодня непростая тема судя по названию вы уже догадались что будем разбирать мультики много мультиков и чтобы у всех так прям слеза покатилась от этой от ностальгии никелодиум против cartoon network ну что ж на этих двух каналах постоянно крутят мультики или фильмы и маленькие скетчи для детей никелодиум и cartoon network погнали история канала никелодиум берет свое начало в далеком 1977 году на настоящий его расцвет пришелся на 90-е годы то время у него появились первые по-настоящему хитовые мультсериалы которые хорошо известны в наших краях эрноль и ох уж эти детки эти шоу смотрели едва ли не все на следующий год случился спанч боб едва ли не самый известный мультфильм никелодиум который породил целый культ и продолжает выходить до сих пор что еще приходит на ум при воспоминании никелодиума джимини трон как говорит джинджер крутые бобры настоящие монстры дикая семейка торнбери детки подросли и дэнни призрак а сейчас там выходят новые черепашки ниндзя которые тоже многие любят как же много у нас у всех связано с этим каналом ну у тех кто все-таки смотрел телевизор потому что 2016 году все-таки уже не так модно смотреть телек также на никелодиум мы могли увидеть сериалы сразу вспоминается кеннен и кел эти два парня знают как надо шутить смотреть на них взаимодействие друг с другом просто сплошное удовольствие кто любит апельсиновую соду кел любит апельсиновую соду это правда кстати спустя энное количество времени на канале появилась ай карли сериал про девочку которая запустила как-никак свое собственное веб-шоу и пыталась справиться с внезапно наклонивший на нее популярностью ведь это случилось задолго до всех этих ваших блогеров на ютубе а еще был этот этот сериал я не помню как он назывался но сейчас на вайн этот парень перешел туда и все с ним там снимают какие-то совместки просто потому что его все смотрели на никелодиум раньше он был жирный а теперь он худой вот как меняет как меняет войны людей тебе надо ходить постоянно худеешь тебе не покемонов ловить кстати говоря про никелодиум просто нельзя не сказать про аватар как он был прекрасен легенда об аанге это великолепно и трогательно и очень интересная история о мире где живут укротители стихий давайте не будем забывать об этой маленькой женской особи со смешной стрижкой и говорящей обезьяны даша следопыт ты взяла мое сердце и только не говорите что вы не отвечали на эти вопросы вслух я все про вас знаю а ты поможешь нам открыть скейтпарк чтобы мы могли там кататься все вместе я рюкзак я рюкзак я рюкзак я рюкзак я рюкзак я не помню как заканчивался в песне я карта я карта я карта я карта вот она всегда мне казалось такой злой сучкой реально какая-то бумага которая хочет дать тебе люлей я карта я карта я карта я карта я выросла на canon и келл и я до сих пор не понимаю почему я белая это был мой любимый сериал я смотрела его на русском потому что у нас был канал на русском потом когда он что-то почему-то стал на английском я начал его смотреть на английском но английский я выучила кстати с помощью музыки и с помощью картон-нетворк так что шара отцу картон-нетворк пенсел тэйбл сам исчаянинг а манжете today english very well цен out of ten твентифор 7 сникерс история этой телесети начинается в 1980 году тогда библиотека старых мультфильмов производства метро голдвин маяр и warner bros купила компания turner broadcasting и до 90-х годов там выходили серии старых мультфильмах от купленных компаний например flintstone на которых выросли целые поколения в россии картон-нетворк официально запустился в 2005 году но не был распространен у нас так широко как не колодион но там тоже выходило много крутых мультсериалов которые всем вам хорошо известно а помните эту собаку которая постоянно орала и мне всегда было страшно смотреть этот мультик потому что она делала но атмосферу настолько страшно ты сидишь у тебя там солнце светит все в порядке тебя никто не убивает а собака просто орет дедушка без зрачков него замечали когда-нибудь у него просто маленькие течки у него не было зрачков было такая скороче стремный мультик не нравился никогда и про корову мне тоже не нравился а power pop girls были прикольные я была этой блондинкой ну я по-любому была блондинка сначала а сейчас я уже выросла и я стала таким миксом между красный и зеленый дядя 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 что он еще говорил а кстати для тех кто думает что быть другой ориентации или как-то неправильно разговаривать это плохо вспомните power pop girls girls английский perfecto pencil table she 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 mail короче мужик баба три маленькие девочки пытаются спасти мир от мужика бабы мне кажется что вот этот she mail это был первый чувак у которого я услышала growl в своем детстве и вы скорее всего тоже кто из вас сходу назовет свои любимые мультики с этого канала мне сразу вспоминается лаборатория декстера сериал про маленького мальчика гения который построил свою лабораторию и теперь постоянно попадает в передряги не без помощи своей глуповато сестры омлет дюфом аж омлет дюфом аж омлет дюфом аж омлет дюфом аж у меня сейчас в голове крутится эта музыка этот насвистывание из эдэннеди три придурка эд эд и эдди джарахов эльич и еще кто-нибудь мне не нравилось как они нарисованы потому что у меня было такое ощущение что они должны как-то были пахнуть как невкусными вещами и такие они противны типа не мылись там по два месяца и нет и теки там были стремные и о мой безликий друг ставь лайк если тоже хотел такую же доску как в мультике эд эд и эдди это должны быть глаза но просто стесняется он закрылась часть смотри шоу луни тюнс тоже выходили на этом канале пишите в комментариях какой был ваш любимый персонаж из луни тюнс у меня это был бакс баня вообще красава то есть к нему подходят говорят какие-то предъявы он просто жует ему в лицо и спрашивает чё случилось чувак это так немножко джокера тоже туда если смешать прикинь бакс баня джокер у него такой разорванный рот ты знаешь откуда у меня эти шрамы мой папа когда-то принес мне самую большую морковку и заставил ее есть были на канале и мультики при обычных супергероев основанные на комиксах все ведь помнят лигу справедливости и бэтмена отважного и смелого а вот подростки очень любит бен от 10 или бентен как кому больше нравится сколько там уже сезонов вышло я уже даже со счета сбилась мультфильм мультфильм союз мультфильм представляет фильм спейс джем вообще это мой из самых любимых фильмов реально я бы тоже хотела упасть в лунку мне кажется они немножко так идея у алиса в стране чудес немножко под 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 сничники под спешники под под украли под украли потому что то падает в яму этот падает в лунку майкл джордан мне вообще не нравится парни темнокожие если ты тем если ты темнокожий парень одинокий играй же баскетбол и смотрел не колоде он кинами кел позвони мне но настоящие бриллианты в коллекции cartoon network это мультфильмы которые появились в 2010 году новые их серии регулярно обсуждаются на тематических каналах на ю тубе первое в этом списке адвенчур time кажется что в целом мире просто не существует людей которые бы о нем не слышали приключения фина и джейка которые живут в своем причудливом мире наверняка хорошо знакомы многим из вас сейчас в один ряд с ними встали новички такие как вселенная стивена обычный мультик и вся правда о медведях тапкет помнишь такой такая гроза района это первый хасло на районе в мультфильмах ну может быть конечно не первые но по крайней мере в моем детстве блондинистый кот с часами он делал хас он держал весь район вообще то есть все проблемы через него решались если ты блондинистый кот держишь район и у тебя есть золотые часы в твоем маленьком кармашке не звони мне потому что код ты не умеешь звонить отдельным пунктом надо отметить ночной блок на канале cartoon network в рамках которого показываются мультфильмы для более взрослой аудитории этому можно посвятить целый отдельный ролик чтобы не затягивать этот но я скажу только одно рик и морти если вы не смотрели canon и келл я вам советую можете подписываться сначала на мой канал посмотреть там я женщинам в определенные места засовывала свое лицо там было очень мягкое вкусно пахло а потом смотрите идите и смотрите canon и келл это круто вам понравится у них кстати была серия про то какое должно было быть обучение потом уже 2000 там я не знаю какой там год был там 2000 там сороковой ты просто должен был одеть какие-то ржачные куда трико сесть дома так вот на стул тебя присовывалась такая штука ты через skype разговаривал со своим учителем и он просто все твои знания высасывал у тебя из головы все вот так ты сдавал экзамен 2016 год до сих пор есть зачетки мятые какие-то помятые тебе надо ходить самому универу спасибо что посмотрели этот выпуск провели немножко времени со мной по ностальгировали может быть кто-то узнал что-нибудь новенькое и откроют для себя прям целый мир новых сериалов с вами была мальвина подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и заходите к нам в группу вконтакте топ 5 дай 5 чтобы проголосовать какой же канал вам больше нравился пока константин спрашивает почему у нее правый глаз открыт меньше чем левый два дня назад с одним лайком константин могу тебе ответить сразу чтобы ты не читал все это но которые тебе поотвечали в комментариях у меня была аллергия две недели вот поэтому я была пиратом миша бои пишет нам мальвин на харли квин похоже даже не знаю что тебе на это сказать есть такое есть такое дман биксит пишет нам блин щечки бы твои потискать могу за тебя это сделать лео пишет это будет такой последний комментарий и очень грустно на самом деле я вот сейчас это все читаю опять понимаю что я не буду больше читать комментарии потому что ну ну кому надо жрать это все мне вам лео нихрена не супергерой пишет понятно почему ее взяли в топ 5 у нее же на шее черный пояс прикольно ну мне вообще очень интересно откуда люди берут такую информацию инки сидят так чтобы все не подумать придумаю что вот у этой тёлки что-то невозможное потому что такого не существует пикачу game пишет эльдара верните блять эльдар твой выход в следующем выпуске норд закончим все таки этот выпуск хорошая нотка ведь сегодня больше детский выпуск чем взрослый мальвина такая радостная позитивная очень радует это мальвина ты супер я ради тебя делась сегодня буква мягкий знак перевернута р и никита сафронов спрашивает меня я такая милая я тебя ненавижу мои чувства к тебе точно такие же пока милая я тебя